Добрый день, опционально вечер, ночь. В общем, захотел я однажды заказать короткий кабель для телефона и не глядя купил вместо Micro USB штекер Lightning, а так как такой техники у меня нет, то будем этот кабель потрошить. Обзоров на кабели много, а обзоров на потрошение кабелей по экспоненте стремится к нулю, теперь будем исполнять данный недостаток из-за моей невнимательности. Как обычно, предупреждение, вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке, совершившем это действие. Внешний вид кабеля. Кабель поставляется в простенькой упаковке, ничем не примечательный, внешний вид, как и у многих брендов, очень схожий, тут все стандартно, однако производитель заявляет, что кабель мега гибкий, но это не так, в месте изгиба он дубовый и очень плохо гнется, причем как у коннекторов телефон, так и у коннекторов зарядку. Сам разъем стандартный, ничего примечательного, единственное, что его отличает от множества, это то, что имеет визуализацию заряда, визуализация достигается посредством свечения зеленого светодиода, по окончанию горит красным. Разборка. Кабель завернут в оплетку, что делает его достаточно толстым и дубовым, опять же, внутри 4Р жилы, кевларового корда внутри нет, что уменьшает срок службы, зато жилы очень толстые, увидев, что жилы не желтые, я призадумался, как бы не очень хотелось иметь алюминий, данный кабель был потом перепаян на microUSB, но поскоблив жилы скальпелем, я убедился, что они имеют покрытие, внутри нас встречает медь, в общем кабели достаточно толстые, витые, ничем не хуже кабелей в фирменных зарядках. Меня полностью устроило. Далее настал черед штикера, производитель заявляет следующее, вообще мне нравятся эти рисунки, там вечно нарисован микрокомпьютер внутри кабеля 8, но реалии таковы. А внутри пластика действительно есть какие-то микросхемы, давайте с ними ознакомимся поближе, маркировка на них достаточно паршиво видна, но я постарался высветлить ее максимально, тут нас встречает пик-канальный MOSFET 3415, а также микросхема TKS 1844 в корпусе 123 очень похожа на драйвер управления зарядом, сложно сказать, что это конкретно, даташит на нее не нашел, но светодиоды зеленый и красный подключены к ней. Короче, как обычно микрокомпьютеры внутри нет 8, выводы, вот такой быстрый обзор кабеля, кабель успешно был переделан в microUSB, чем я и остался доволен. Телефон у меня потребляет 1 А при зарядке, его держит легко, думаю данный кабель будет держать и больше. Качество самих проводников мне понравилось, думаю легко можно рекомендовать его. Не понравилось, что кабель дубовый, тут есть расхождение с продавцом, а еще не понравилось, что опять не доложили micro EVM8. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.